Ну что ж, друзья, всё однозначно будет хорошо у нас в рейтинге. Я не по-разному меняю минус на плюс. Нет, я про рейтинг, потому что у нас наконец с тобой получилось вот один, наверное, ответ. 5% Ярославской области островок чистой экологии. Кто-то всё-таки так считает, и это действительно очень здорово. А у нас, друзья, появилась в гостях замечательная Наталья Пашутина, заведующая биологическим отделом Ярославского юнацкого центра «Радуга». Наталья Викторовна у нас сегодня немножко приболела, поэтому будете немножко шептать. Ну, пришла большая молодец, огромное вам спасибо. Наталья Викторовна, ну смотрите, мы сегодня говорим об экологии, а вы непосредственно занимаетесь юнатой, это юные натуралисты. Кто не знает, с детишками, что вы там делаете? Как приобщаете детей к любви, к природе? У нас в центре очень большое количество различных программ и очень большое разнообразие различных условий для развития мышления ребёнка, понимания. У нас музей, музей природы, музей хомяка. Обязательно есть большая экспозиция с разнообразными видами птиц. Мы говорим, что в Ярославской области 270 видов птиц примерно разнообразных, и насекомоядных, и зерноядных, хищных. Пауна богатая. Да, и соловьи обязательно, наш центр расположен в Ленинском районе, это очень такая природная среда, хорошая там близко, и поэтому даже рядом с нашим центром иногда можно слышать соловьёв. Ну, надо знать, что соловьи селятся на земле, поэтому мы с детьми, конечно, проводим беседы такие, чтобы они заботились хорошо о своих домашних питомцах, чтобы не было бездомных кошек и собак, потому что они уничтожают гнёзда соловьёв и других наземных птиц. Это, в общем-то, очень ответственно. Я знаю, что у вас есть ворон Гриша, который умеет говорить, это удивительно, я всегда думала, что это только попугай обладает. Нет, ворон очень умная птица. Гриша хороший, да, он говорит? Гриша хороший. Это подобранное животное, да, то есть вы ещё как-то подбираете? Это животное было подобрано на территории близлежащей к департаменту культуры. Он стал куда прилететь. Да, к сожалению, у него сломано крыло было в детстве, вот так он пострадал и уже не смог бы выжить, конечно, в природе. И изредка, конечно, когда нам позволяют условия взять животное, то есть есть достаточная клетка, вот, мы взыскаем такую возможность, принимаем. Сейчас у вас самое необычное животное какое у вас? Ну, пожалуй, это как раз Гриша и есть, потому что это большая, крупная птица, селится на высоких домах, то есть на церквях даже, часто их гнёзда неизвестующих находят, на высоких деревьях, но в городе особенно условий для них нет. Вот, поэтому дети только у нас, наверное, могут встретить и тут такую вот птицу удивительную, которую в сказке «Снежная королева» они видели. Да, дети другими словами научили птицы никаких, только Гриша Хороший. Только Гриша Хороший. А как дети относятся сейчас к экологии, интересуют ли это? Ну, правда, прям по-честному. Да, наплыв детей, сейчас много других интересов. Прямо по-честному, дети впитывают всё, и, конечно, они видят, что взрослые озабочены, и у нас такие условия, ну, просто нельзя вести себя по-другому. Это здорово. И поэтому, конечно, мы всегда говорим, что храни порядок, порядок сохранит тебя самого, вот. И, ребят, всё впитывают. В экологических акциях участвуете? То есть я видела, что у вас в таких спецовочках выходите, что-то посадить, что-то покопать, что-то почистить. Акций на самом деле очень много были, акции. Больше кислорода, это вот когда сажали деревья как раз. Вот, была акция «Подарите птице дом», «Покормите птиц зимой», дети с удовольствием участвуют. А также сейчас, наконец-то, услышали призыв «Нет весенним палом». То есть у нас даже ролик был выпущен, педагог очень хорошо с детьми поработал, замечательный ролик, где они рисунки свои приготовили, выступили. Наталья, а как вы считаете, в Ярославской области как вот экология, с экологической ситуацией обстоят дела? Если от деток отойти, а вот в принципе в городе комфортно живется, в области? Ну, в принципе, я думаю, что сейчас немного стало лучше, вероятно, потому что заводы не работают в такую силу, как они раньше работали, хотя вроде бы это и печально. Но на самом деле экология стала лучше, это говорит, вернее, это освидетельствует то, что стало больше разнообразных насекомых, которых раньше было не встретить, просто даже насекомые не выживали в таких условиях. Не было насекомых, не было такого разнообразия видов птиц. Сейчас у нас в Ленинском районе можно встретить и дятлов, и поползней. И цатор, и пеликанов, и все есть. То есть очень большое разнообразие животных стало благодаря... Слушайте, здоровый такой индикатор, да, все-таки экологической ситуации. Ну что ж, друзья, у нас в гостях была Наталья Пашутина, заведующая биологическим отделом Ярославского и Юнацкого центра «Радуга». Наталья, спасибо вам огромное, желаем вам здоровья, все было хорошо, друзья. Самое интересное мы с вами слышали, но сейчас немножечко рекламы, но сразу после звоните нам 744-636 и группа ВКонтакте «Первая студия».